В бескрайних просторах космоса, среди мириад звезд и галактик, скрываются объекты, способные перевернуть наше представление о Вселенной. Одним из таких объектов стал Омуамуа, первый межзвездный гость, обнаруженный в нашей Солнечной системе. Его появление вызвало небывалый интерес ученых и породило множество вопросов о его происхождении и природе. Что это за загадочный объект, прилетевший к нам из далеких звездных систем? Откуда он начал свой путь и куда направляется? Эти вопросы не дают покоя астрономам и любителям космоса по всему миру. Присоединяйтесь к нам, и мы отправимся в увлекательное путешествие, чтобы раскрыть тайны Омуамуа, первого межзвездного объекта, посетившего нашу Солнечную систему. Вместе мы рассмотрим научные факты, теории и гипотезы, связанные с этим загадочным гостем, и попытаемся понять, какое место он занимает в бескрайней Вселенной. 19 октября 2017 года на Гавайских островах, в обсерватории Халиакала, астроном Роберт Уэрик сделал открытие, которое потрясло научный мир. На снимках ночного неба, полученных с помощью телескопа Pan-STARS-1, был замечен необычный объект, двигавшийся с огромной скоростью. Первоначально объект был классифицирован как комета, но дальнейшие наблюдения показали, что он не обладает характерными для комет признаками, такими как кома и хвост. Траектория объекта также отличалась от траекторий всех известных астероидов и комет Солнечной системы. Стало ясно перед нами нечто совершенно новое, первый в истории наблюдений межзвездный объект, прилетевший к нам из другой звездной системы. Объект получил название Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает «разведчик» или «посланец издалека». Открытие Оумуамуа вызвало огромный интерес у научного сообщества. Астрономы по всему миру направили свои телескопы в сторону загадочного гостя, чтобы собрать как можно больше информации о его размерах, форме, составе и траектории. Одной из самых удивительных особенностей Оумуамуа стала его необычная траектория. В отличие от объектов Солнечной системы, которые движутся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца, Оумуамуа двигался по гиперболической траектории. Это означает, что он прилетел из межзвездного пространства, прошел мимо Солнца и навсегда покинул нашу Солнечную систему. Скорость Оумуамуа также была необычайно высокой – около 87 км в секунду, что значительно превышает скорость движения объектов, гравитационно связанных с Солнцем. Эти особенности однозначно указывали на то, что Оумуамуа – это не просто астероид или комета, а объект, прилетевший к нам из далеких звездных систем. Его траектория и скорость стали важными ключами к пониманию происхождения и истории этого загадочного межзвездного путешественника. Наблюдения за Оумуамуа показали, что он обладает необычной вытянутой формой, напоминающей сигару. Соотношение его длины к ширине составляло примерно 10 к 1, что делало его совершенно непохожим на большинство известных астероидов. Кроме того, Оумуамуа демонстрировал странное хаотичное вращение, которое не поддавалось объяснению с точки зрения классической механики. Вращение объекта менялось непредсказуемо, как будто он был подвержен воздействию неизвестных сил. Необычная форма и вращение Оумуамуа стали предметом многочисленных дискуссий и споров в научном сообществе. Некоторые ученые предполагали, что такая форма могла быть результатом столкновения двух объектов в далеком прошлом. Другие выдвигали гипотезы о том, что Оумуамуа — это осколок разрушенной планеты, или даже искусственный объект, созданный внеземной цивилизацией. Загадка состава. Что скрывает Оумуамуа? Определить точный состав Оумуамуа оказалось непростой задачей. Из-за высокой скорости объекта и его удаленности от Земли ученым удалось провести лишь ограниченные спектральные исследования. Эти исследования показали, что поверхность Оумуамуа имеет красноватый оттенок, похожий на цвет некоторых астероидов и комет Солнечной системы. Однако, точный состав объекта оставался загадкой. Некоторые ученые предполагали, что Оумуамуа состоит из камня и металла, подобно астероидам, в то время как другие считали, что он может содержать значительное количество льда, как комета. Отсутствие у Оумуамуа явных признаков кометной активности, таких как кома и хвост, ставило под сомнение гипотезу о его ледяном составе. Первые теории – комета или астероид. Сразу после открытия Оумуамуа ученые разделились во мнениях относительно его природы. Одни считали его кометой, ссылаясь на его высокую скорость и гиперболическую траекторию, характерные для комет, прилетающих из далеких уголков Солнечной системы. Другие же склонялись к тому, что Оумуамуа – это астероид, основываясь на его внешнем виде и отсутствии явных признаков кометной активности, таких как газовая кома и хвост. Споры о природе Оумуамуа продолжались до тех пор, пока ученые не обратили внимание на еще одну его особенность – необычное ускорение объекта. Оказалось, что Оумуамуа движется не совсем так, как предсказывают законы гравитации, что указывало на наличие некой дополнительной силы, действующей на объект. Неуловимые признаки кометной активности Необычное ускорение Оумуамуа, необъяснимое гравитационным воздействием Солнца и планет, стало ключом к разгадке его природы. Ученые предположили, что это ускорение может быть вызвано выбросами газа из-под поверхности объекта. Такие выбросы характерны для комет, когда солнечное тепло испаряет лед, содержащийся в их ядре. Однако в случае с Оумуамуа эти выбросы были настолько слабыми, что не приводили к образованию видимой комы или хвоста. Тем не менее, эти неуловимые признаки кометной активности стали важным аргументом в пользу того, что Оумуамуа – это все-таки комета, хотя и весьма необычная. Слабые выбросы газа могли быть вызваны тем, что Оумуамуа – это очень старая комета, потерявшая большую часть своего льда за миллионы лет странствий по межзвездному пространству. Гипотеза искусственного происхождения Оумуамуа. Необычная форма, странное вращение и необъяснимое ускорение Оумуамуа стали причиной появления самых смелых гипотез о его происхождении. Некоторые ученые, например, Ави Лоэб из Гарвардского университета, предположили, что Оумуамуа может быть искусственным объектом, созданным внеземной цивилизацией. Согласно этой гипотезе, Оумуамуа может быть космическим зондом, оснащенным световым парусом, тонкой пленкой, которая ускоряется под действием давления солнечного света. Эта гипотеза, хоть и весьма экзотическая, не противоречит законам физики и объясняет некоторые наблюдаемые особенности Оумуамуа. Теория водородного ледяного паруса. В противовес гипотезе об искусственном происхождении Оумуамуа, другие ученые предложили более реалистичное объяснение его необычных свойств. Согласно одной из теорий, Оумуамуа может быть своеобразным водородным ледяным парусом, объектом, состоящим преимущественно из замерзшего водорода. Водородный лед испаряется при гораздо более низких температурах, чем водяной лед, поэтому Оумуамуа мог терять массу и ускоряться под действием солнечного излучения, не образуя при этом видимой комы или хвоста. Эта теория объясняет как необычное ускорение Оумуамуа, так и отсутствие у него явных признаков кометной активности. Значение Оумуамуа для науки. Несмотря на то, что природа Оумуамуа до сих пор остается загадкой, его открытие стало настоящим прорывом в астрономии. Впервые ученым удалось наблюдать объект, прилетевший к нам из другой звездной системы. Оумуамуа стал своеобразным окном в мир далеких звезд и галактик, позволив ученым получить ценную информацию о составе и свойствах межзвездного вещества. Изучение Оумуамуа дало толчок развитию новых методов наблюдения за малыми телами Солнечной системы и за ее пределами. Открытие Оумуамуа показало, что межзвездные объекты могут быть гораздо более распространенными, чем считалось ранее, и что наша Солнечная система не изолирована от остальной Вселенной. Будущее исследований межзвездных объектов Открытие Оумуамуа положило начало новому направлению в астрономии — исследованию межзвездных объектов. Ученые всего мира объединяют усилия для создания новых телескопов и разработки новых методов обнаружения и изучения подобных объектов. В будущем планируется запуск космических миссий, способных перехватить и изучить межзвездные объекты на близком расстоянии. Эти исследования помогут нам лучше понять процессы формирования и эволюции звездных систем, а также приблизят нас к ответу на вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной.